Так, вот представлены мной материалы. Значит, структура излучающего шара, слоистого шара с центральной симметрией. Как я и обещал два года назад на аналогичном заседании, что я вернусь уже с пояснением структуры излучающего шара. Значит, ну, грубо говоря, я изображу фрагмент этого шара. Ну, под шаром можно иметь в виду Солнце наше. Вот второй слой и здесь вот, собственно говоря, ядро. Это вот у нас получается R. Кто знает астрономию, знает, что вот так вот обозначается у нас Солнце. Это граница зоны лучистого переноса, лучистый перенос. А здесь область конвекции. Конвекция. Я на меня по-другому вот так вот. А вот это область генерации энергии. Генерации энергии. Ну, а об области генерации энергии можно вести разные дискуссии. Откуда берется эта энергия. Или традиционный термоядерный цикл, цикл свияния протонов, ядра, атомогелии, более тяжелых элементов. Там, скажем, энергия выделяется за счет эфирных эффектов, эффектов эфира. Или, скажем, вот по Козыреву, это проявление свойств времени. Или по Макееву космологический перерост количества материи. Может быть. Тогда добавим четвертый механизм генерации энергии. Я не возражаю, я не буду зацикливаться на, собственно говоря, что происходит в реальности. Вот. И я предлагаю вот такую модель. Но она соответствует всем существующим пока моделям. Только, вот, скажем, вот эта область конвекции, граница между областями лучистого переноса и конвекцией, она по разным источникам имеет разные данные. Скажем, от 0,3 до 0,7. Разные источники разные дают проверить, пока нет возможности реальную границу. Но пока, вот, грубо говоря, из трех частей. Шар состоит из трех частей. Ну, вот наше солнышко, которое мы ежедневно наблюдаем. Значит, для простоты изложения я принял, что вот эта вот область генерации энергии составляет единое целое с областью лучистого переноса. И у нас существует здесь три параметра. Это вот плотность вот на этом участке, средняя, естественно, включая вот это. Плотность на вот этом участке области конвекции. И фактически где находится вот эта граница. То есть я их подпишу. Плотность Ро конвекции, Ро переноса и размер вот этой границы. Обозначил я ее как N. Ну, традиционное обозначение, что бы ни путь. Ну, все это вот указано здесь в аннотации к этому. Теперь вот переведем больше это самое. Значит, запишем уравнение. Значит, здесь у нас получается три параметра. Плотность здесь, плотность здесь и плотность здесь. Чтобы однозначно определиться с этими тремя параметрами, нужно, естественно, три уравнения. Классическая задача системы уравнений с тремя неизвестными. Значит, давайте выпишем вот эти уравнения. Ну, первое уравнение, вот оно, тривиальное. То есть, значит, а, вот я еще хочу добавить. Значит, у нас из астрофизических измерений известен радиус Солнца. Он составляет примерно 700 тысяч километров. И масса Солнца. И масса Солнца. Ну, я на вскидку не приведу. То очень большая. Она в... 10 в 30 степени грамма. Да, да, да. Она очень большая. Просто... 2 на 10 в 33 степени грамма. Ну, пусть будет так. Грамма или килограмма? Грамма. Грамма. Но грамма-то не системная идея. Ну, значит, в 30 степени килограмма. 2 на 10 в 30 килограмм. Значит, некоторые идут досужие разговоры о химсоставе. Но я хочу сказать то, что химсостав, как известно, определяется по спектральному составу излучающего тела. Но дело в том, что на Солнце существует фотосфера, ну, на любой излучающей звезде, толщина которого очень маленькая. Вот эта вот фотосфера. То есть из этой области идет свет, который мы все видели, и который солнечники определяют ему химсостав. Химсостав Солнца вам, наверное, известно. Я так напомню, что там на 3 четверти водород, на четверть гелия и исчезающее малое количество остальных элементов периодической системы Менделиева. То есть сведения о химсоставе невозможно распределить. Будет некорректно распределять на весь объем этого шара. Ну, вернемся к нашим баранам. Значит, здесь у меня получается вот что. Что может вам будет лучше этим самым. То есть из астрофизики определяется радиус Солнца. Ну, угловой радиусом полминуты. Нет, полградуса. И вот, соответственно, расстояние между ними. Она определяется четко. И поэтому вот в этой, в левой части формулы, так как мы знаем массу, знаем размеры, получаем среднюю плотность. Вот у меня средняя плотность ρ обозначена. То есть делением всей массы Солнца на весь объем. Вот, значит, объем 4,3 ПРС Солнца в кубе, умноженное на ρ. И получаем массу всего Солнца. Которая, в свою очередь, распадается на два слагаемых. Значит, плотность области лучистого переноса у меня, значит, я ввожу коэффициент, который может быть больше или меньше средней плотности Солнца в зависимости от того, какую область мы рассматриваем. Значит, коэффициент m и d. m это превышение средней плотности, m малое, превышение средней плотности, над плотностью общего Солнца. То есть вот это вот, m плюс d на ρ Солнца. А вот это будет d на ρ Солнца. То есть d меньше единицы, а m плюс d будет больше единицы. То есть единица, ну... Средней плотности? А? Средней плотности. Средняя плотность Солнца 1,4 по расчетам. Так что, ну как, полуторная вода. Значит, ясно, что здесь будет плотность меньшая, но в процессе вычисления можно быть. То есть он состоит из, собственно говоря, массы ядра, вот эта формула, первая часть слагаемая формула, и массы области конвекции. Ну, естественно, тут простая, то есть масса целого равна сумме составляющих его частей. Ну, вот записав такое уравнение, мы все вот эти вот именованные части сокращаются. И получается вот такая зависимость, что плотность d, коэффициент плотности d, вот области конвекции, он связан с, ну, как, добавочной плотности области лучистого переноса, и вот этого n с s в кубе, да, в кубе. Вот такое получается соотношение. Дальше, значит, ну, вот здесь написаны все такие вот соотношения. Теперь, значит, перейдем ко второму уравнению. Значит, известно, что ускорение свободного падения на поверхности Солнца, вот в этой части, составляет 270 с чем-то там метров в секунду за секунду, то есть 27 раз больше земного. И еще такое интересное обстоятельство, что как бы ни выглядела структура шара под нами, под нашими ногами, на поверхности обязательно должно быть то значение g, которое реально существует в наших наблюдениях. Вот, скажем, для Земли 9,8, для Солнца 270 метров в секунду за секунду и так далее. Да, это свойство вот всех таких сферически симметричных систем. Вот, и здесь, значит, тогда мы записываем, как на самом деле выглядит ускорение. Вот, примерно оно выглядит так. То есть, вот если бы Солнце состояло только из одной, ну, субстанции с плотностью 1,41, то кривая ускорения свободного падения представляла бы собой прямую, начинающуюся в точке начала координат и выходящую вот на вот этот уровень, где 270 метров в секунду за секунду. А дальше она спадает по обычному закону, единица на квадрат расстояния, измеряемая от центра. Если бы Солнце состоял бы из одной только материи, составляющей область конвекции, вот здесь я не показал пунктирам, то в области конвекции вот она, синяя, синяя часть. И, значит, сумма, а вне области лучистого переноса, она спадает по обычному вот этому закону, единица на R квадрат, отложенная. Суммарное суммирование вот этой синей кривой и вот этой пунктирной дает нам вот эту вот кривую. Значит, как я вышел на вот это дело? Значит, рассмотрим поведение вещества в области лучистого переноса. Естественно, она состоит из атомов самого разного химсостава. Значит, конечный результат, который отражен вот на этой фотосфере. Но здесь получается, что центр Солнца, центр любого притягивающего шара тянет на себя всю вот эту вот массу вещества. Но энергия, генерируемая в этом области, это эти атомы как бы вот подпирают снизу. Это вот напоминает, ну, несколько, может, вы видели такой сюжет, как вот парашютисты отрабатывают свои трюки в воздухе. То есть такая труба стоит, снизу идет поток воздуха, и они как бы в дверь входят, ложатся на этот поток и отрабатывают... И без парашюта их делают? Нет, они имитация парашюта, там, по массовым и габаритным характеристикам. Но они получают возможность отрабатывать вот эти вот свои фигуры в течение, ну, продолжительного времени. Потому что, ну, защитная решетка от вентилятора. То есть обычный вентилятор, поставленный вертикально, и в этом потоке люди тренируются. Потому что в прыжке там отводится мало времени, и там связано с подъемами сюда. Ну, в общем, я думаю, что вы видели, кто интересовался, и видели, как это все происходит. Вот, это как, ну, как, свободное парение, не отрываясь, в принципе, далеко от земли. Так, по-видимому, происходит и в этой области. То есть излучение настолько мощное, что она все эти вот атомы, как бы, ну, поддерживает, выдувая ее из середины. Вот. А граница, вот эта граница области конверсии, это получается тогда, когда расстояние между атомами становится больше, чем длина волны излучения. То есть она начинает, не просто в этой области она упирается в атомы, а в этой области уже начинает просачиваться между атомами. То есть оказывает, как бы, частичное воздействие на вещество, составляющее вот эту часть Солнца. Поэтому я положил, что вот на области лучистого переноса, вот, G равно нулю. А дальше на области конвекции, она набирает свое значение, которое мы наблюдаем на поверхности. Вот такая получается у нас кривая. Ну, я, естественно, не могу пока ничего сказать о вот этой области, которая вот область генерации энергии. Поэтому я уже предупредил, что я вот эту всю область рассматриваю как одно единое целое. Мы потом уже рассмотрим более детально то, что составляет вот эту область. Поэтому вот записываем уравнение и записываем равенство ускорения свободного падения на границе тому, что оно измерено. И получается суммирование вот этих вот значений, вот этих вот кривых, получается, выливается вот в такое уравнение. Значит, опять сокращая именованные числа, там, π, которые присутствуют, то есть цифровые коэффициенты, получаем вот такое итоговое уравнение. То есть вот эта плотность, коэффициент повышенной плотности, умноженная на куб относительной границы, n, ну и умноженная на текущую координату, у которой вот здесь у меня текущая координата обозначена. И так как на поверхности, вот на этой поверхности у равно единица, а на этой поверхности у равно n, переменная вот эта, после, значит, приравнивания единицы получаем, что у нас m плюс d, получается, вот равна такой вот величине. Раскрывая, значит, скобки, и получаем, что коэффициент d равно 2 третьем средней плотности. То есть вот здесь, в этой области, в этой точке пространства, d равно 2 третьем ρ среднего Солнца. То есть, ну, в общем, легко посчитать. 2 трети на 1,4, там получается где-то 0,9, меньше плотности воды в этой области пространства. Дальше, значит, дальнейшее рассмотрение, ну, обусловлено целым рядом обстоятельств. То есть, ну, они все указаны, вот тут три пункта тут, и вот три пункта так. То есть, мы рассмотрим, какие же на самом деле действуют силы внутри излучающего шара. Значит, вот, естественно, они вот на этом участке в области конвекции должны, сложившись вот с этим, с этой силой, дать вот такую величину. Вот это получается у нас кусок гиперболы с четной степенью. Значит, и получается, что вот ускорение выглядит вот таким образом. То есть, это какие-то именованные коэффициенты. Здесь я принял k, равное, по-моему, 0,01. Ну, это все равно, что четная степень, ну, это 0,05 умноженное на 2, дает нам 0,1. Вот, и получается у нас, ну, вот такого рода силы действуют, действуют силы. Действующие силы на вещество вызывают эффект давления. Ну, вот, любая сила, действующая на вещество, вызывает давление. Это мы ощущаем собственными пятками. Кто погружался к аквалангам на значительные глубины, знает, что при погружении в воду на 10 метров давление увеличивается на одну атмосферу. Или там, сколько там, в паскалях 100 тысяч этих паскалей. Ну, в общем, тут вопрос, по-моему, и ясен. Закон Архимеда и все из этого. Вот, значит, зная первую космическую скорость для Солнца, 716, по-моему, километров в секунду, значит, мы вот выведем уравнение, как рассчитать скорость на убегание от поверхности Солнца. Ну, вот, видите, то есть это взято обычное уравнение о сохранении энергии, МВ квадрат равно, то есть кинетическая энергия равна потенциальной, МЖАЖ. М выходит, В это самое. Но так как у нас ускорение свободного падения функция существенно нелинейная от расстояния, то есть вот в соответствии с этим графиком, то вместо МЖАЖ надо взять интеграл, вот, интеграл на интервале АБ, АБ, который вот на вот этом интервале, и получаем, извлечь корень и получаем скорость. И так как вид ускорения нам известен, мы можем получить скорость. Приравнивая вот скорости, полученные в результате интегрирования вот этих вещей. И вот тут еще не совсем до конца понятый факт того, ну, он хорошо следует из моих предыдущих сообщений о структуре слоистого шара, то есть по отношению к Земле. Там получалось, что в случае слоистого шара обязательно условия наличия двухфазности системы, то есть система может состоять из разного рода вещества, но обязательно наличие двухфазности. Вот для Земли это мантия и ядро, для Солнца это вот область конвекции, область лучистого переноса, для любых других наших газовых гигантов, скажем, там Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, и пока неизвестного Плутона, то есть получается, вот, то есть первую космическую скорость тела должно набрать при прохождении только в нижнем слое, области конвекции, или, как для Земли, области мантии, где я более строго показал. Вот зеленым обозначено так, набор скорости такой, какой был бы, если бы шар был однородным. И то же самое при слоистом шаре. И это, в общем-то, следует из уравнений потенциала гравитационного для вот такого рода структур. Ну, вот пока вопрос остается открытым, вследствие чего должно выполняться такое условие. Но если мы его, мы его применим, то получим вот такие значения. Получается, что вот граница области конвекции и лучистого переноса по моим расчетам составляет 0,5723. 0,5723 радиуса Солнца. Значит, предыдущие, ну, все до того рассмотрения и, скорее всего, после того указывают вот эту границу то есть вот это не относится ко мне значит, больше 0,2 и меньше 0,7. То есть полученные вот таким образом расчеты укладываются в ранее опубликованные эти самые так еще есть время. Вот. Если этим воспользоваться, то значит, получаем мы приравниваем скорость, которая рассчитывается просто из этого из условий однородности шара, применяя его только к области конвекции. Естественно, значит, если двигаться из центра излучающего шара, скорость будет еще больше, чем четыреста там тридцать километров в секунду. То есть первая космическая корень из двух умноженная на семьсот дает четыреста. тут расчеты многократно променены. Вот, теперь рассмотрим, как выглядит поведение давления, кривые давления подобного рода системе. Ну, в общем, если взять, не отвлекаясь далеко, то давление в любой среде, если мы туда залезем, будь туртуть, вода, бензин, керосин, рожа в поизвестной формуле получается. Так как мы полагаем, что давление, плотность вот на этом участке одинаковая и равна вот этой величине 0,9, а G имеет сложную вот такую вот структуру, я вернусь вот к этому графику, вот, вот, она малиновой, малиновой, кривой малинового цвета вот обозначена. Вот, то есть надо вместо G поставить интеграл ускорения от расстояния. Вот эти вот формулы записаны этажом ниже. Вот, и получается, что давление в области конвекции имеет вот такой вид. После прохождения вот область лучистого переноса давление нарастает неограниченно. Ну, по расчетам она нарастает неограниченно. На самом деле у него существуют ограничения. Так как область лучистого переноса у нас, в принципе, пассивная область, там ничего не выделяется, то рост давления неизбежно должен привести к границе начала вот области генерации энергии, потому что ход кривой давления позволяет это сделать. Вот. Здесь получается, что? Если взять чуть-чуть у меня староват график, там особенности работы Маткада, значит, получается, если мы возьмем вид кривой давления в шаре однородной структуры, то, естественно, начиная вот в этой точке нулю, потому что на поверхности ничего не давит на вещество, вот как вот вот здесь, кроме нас с вами изданий. то кривая, проходя чуть выше, заканчивается вот в этой точке, то есть существует точка пересечения вот этой кривой рассчитанной и реально рассчитанной кривой по однородному шару. То есть вот получается такая вещь. Причем интересно получается в этом смысле рассмотреть эволюцию образования Солнца. Ведь смотрите, вот в исходном состоянии общепринятой методике существовал холодный газ. Ну, водород, остатки большого взрыва, ну, чего хотите, остатки, но водород, почти стопроцентный водород с небольшой примесью гелия, что успел образоваться в начальный момент образования всей нашей вселенной. Вот. Так как сила тяготения это единственная сила, которая работает против энтропии, имейте это в виду, потому что она стягивает на себя вещество, стремится стянуться, то есть, как говорится, повысить уровень организации. В нашей обыденной жизни энтропия, она как бы вот только возрастает, способствуя разрушению. Но если мы, скажем, возьмем такой замкнутый объем газа, поместим его в поле тяготения, то, естественно, поле тяготения начнет как бы прижимать газ к стенке ближайшей к этому центру, и, естественно, возникнет какой-то градиент газа. Ну, все выслыхали о центрифурном разделении изотопа, изотопов, то это то же самое тяготение, ну, можно спорить об силе обинерционной массы и массе гравитирующей, но пока теоретических постулатов, которые могли поставить эквивалент между этими двумя массами, пока не найден, но эксперименты показывают, что они эквивалентны с точки того, до 10 минус 12. Ну, не будем это. То есть, вот, я хочу обратить особое ваше внимание на тот факт, что сила тяготения это единственная в нашем мире сила, которая работает против энтропии, то есть, вот, сепарируя. Благодаря ей ее удалось, так сказать, сконцентрировать, скажем, и нашу землю, и планеты, и звезды, и в том числе и солнце. Таким образом, сгущаясь, холодный газ, он, скажем, медленно, медленно нагревался, ну, за счет известного вот этого уравнения Клоперона Менделеева, все вы его знаете, наверное, еще со школьных времен, оно тогда просто называлось уравнением Клоперона, а потом уже, как говорится, с родины Солонову пришло сообщение о том, что еще в этом деле поучаствовал Дмитрий Иванович. Вот. И вот таким образом, в силу тяготения, этот шар, вытягивая из себя окружающее вещество водородное, звучался. И теперь смотрите, звучался, давление непрерывно росло. И доросло оно до каких-то там значений, когда возникли условия. Так. Мне еще одна минута. Значит, продолжить или оставить время на вопрос? Вопрос. А? Нет. Оставить время на вопрос. Потому что я, в принципе, все сказал, дальше начнутся эволюционные. Главное, я хочу просто сказать, что я получил значение N для вот такой системы. Дальше можно... Только пару фраз. Значит, водород, сгустившись, появилась эта область генерации энергии, и она начала вот их распирать, вот эту область. То есть, Солнце сначала сжалось, было маленько, меньшего диаметра, а потом чуть вспухло, пока не установилось вот равновесие. поток с этой поверхности мы знаем. Секундочку. Простите меня, еще две минуты. Еще две минуты. Значит, что и получается. Значит, вы видите, что край Солнца очень резкий. Это, ну, плохо видно сейчас, а во время лунных затмений просто видно. Ну, там оно есть впрещен противобранцами, но это все временное явление. В основном, это самое, край резкий. Если вы посмотрите фотографии, там, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, вы увидите, там граница размытая вот этой атмосферы. Что получается? Фотон, ушедший с этой поверхности в любом направлении, вызывает отдачу излучившего его атома. Получается своего рода отдача. Ну, это закон Лебедева, давление света, только прочитанный наоборот. И получается, у любого излучающего шара есть всестороннее радиационное обжатие, которое и формирует вот эту резкую границу. Я пока не встречал никаких вот в литературе такого рода обращения. Ну, значит, обычное уравнение Клоперона-Менделеева, значит, объем рассматриваем всего шара, масса всего шара, мю, это молекулярный вес составляющего газа, в основном водород с примесью четверти гелия, R универсальная газовая постоянно, T температура в кельвинах. То есть, переформатируя вот эту формулу, получаем вот такое выражение. То есть, произведение температуры на плотность в тех областях, где идет генерация энергии, получаем вот такое соотношение. в правой части все известные величины, после подстановки вот такая получается величина. Я бы, к сожалению, не нашел условия для проведения, для изучения энергии термоядерных реакций, потому что там, естественно, должно быть три величины, плотность, давление и температура. Но соотношение между температурой и плотностью он нашел, и теперь вот надо знать, что температура, что не это. И последнее, как раз об радиационном обжате, зная температуру поверхности Солнца 5875 градусов и поток излучения со всей ее поверхности, мы можем рассчитать плотность, вот она, чему равна, плотность на поверхности земного шара. Тоже такие величины, это величина по порядку близка к тем величинам, которые встречаются в литературе. Так, у меня все вопросы. только безумно громче, Мне все нравится, но в самом начале поясните, пожалуйста, фиолетовую кривую, я сейчас задаю вопрос розовую, да? Ну да. Кривую розового цвета. Вот это кривая ускорения свободного падения? Да, для солнца. Но когда вы компенсируете силу тяжести давлением газа, давлением излучения или давлением излучения, то это не есть свободное падение. Так же как если аэродинамическую трубу вы берете, он летает, не падает, но это не свободное падение, а ускорение все равно будет те же самые. Поэтому на поверхности шара, имеющего какую-то массу, нельзя считать, что ускорение равно нулю, тоже потому, что здесь давление газа, давление центральной части горячей. Нет, я все понял. Это условное, просто, да? Это условное, условная вещь, потому что... когда вы считаете потенциал, вы интегрируете этот нуль тоже, или все-таки... Нет, я считаю... Вы потенциал не считаете, вы просто давление считаете. Нет, я... Замещание по потенциалу... Да что к тебе... Замещание потенциала по выяснению потенциала относится только в области конвекции. Из-за того, что там расстояние между атомами становится настолько большим, что излучение проскакивает. Я полностью с вами согласен, что вот любое тело, находящееся вот в этой области, области лучистого переноса, оно имеет свои физические характеристики, но на него действуют две силы. Сила притяжения и сила подпора излучения. И поэтому он как бы находится в состоянии квазиневесомости. Наверное, бы так. Понятно, да. Квазиневесомость. Время уже очень много прошло. Это тоже время. Значит, фотосфера 6000 градусов Кельвина. Фотосфера 6000 градусов Кельвина. 5875. Что он не ваш? Ну, чисто. Сколько температура? И какая температура определяется как средняя скорость движения атомов? Значит, какова эта скорость по сравнению с первой космической скоростью до Солнца? Они будут оттуда улетать? Нет. Первая космическая скорость не позволяет улететь от гравитирующего тела. Вторая космическая скорость и больше позволяет улететь от притягивающего тела. Это 720 километров в секунду. Естественно, мы даже можем визуально наблюдать, что даже те протоберанцы, вырвавшиеся из этого, не возвращаются сюда, заворачиваясь магнитным полем. Так, еще раз. не понял. Средняя скорость атомов при температуре 40 миллионов градусов будет больше, чем скорость первая космическая. 40 миллионов градусов это в центре. Наружу только 5 тысяч. Я не рассматривал хоть температурные зависимости, потому что слишком мало фактических данных. Фактические данные мы получаем только из этой области. Все остальное нам туда проникнуть только в муцель. Я думаю, поблагодарим накладчика. Ну, у меня есть еще несколько замечаний. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.